Римлянам 12 глава «Будьте в мире со всеми людьми». Внимание, я прочитаю его еще раз. Попробуйте его полностью осознать. Если возможно, с вашей стороны, запятая, «будьте в мире со всеми людьми». Точка. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему». Из этого отрывка можно сделать три очень важных вывода. Первый вывод – это то, что мы, как христиане, призваны искать и быть в мире со всеми людьми. В другом месте Писания, например, Фессалоникийцам 5.15, первое послание, написано «Ищите добра друг другу». Если искать добра людям, написано «Ищите его», значит, это не приходит всегда автоматически. И не всегда это добро есть у нас в сердце, особенно когда нас достают, обижают, трогают, унижают, обвиняют. У нас не всегда есть вот это добро, чтобы его сразу дать. Реакция не всегда добрая. Вот почему в Писании написано «Ищите этого добра», где его искать? Где это добро брать? Как же правильно отреагировать? Искать, я верю, его можно, ну, по крайней мере, я так стараюсь, на коленях. И вот это добро мы можем находить в Иисусе Христе, вот эту добрую реакцию. Искать «Ищите мира», «Будьте в мире со всеми людьми». К этому нас призывает Писание, интересно, написано «Со всеми людьми». Римлянам 12 глава, для нас вот это место Писания должно быть сегодня, хотелось бы, чтобы мы о нем рассуждали в течение недели. Римлянам 12 глава. «Будьте в мире со всеми людьми». Не только с добрыми, не только с хорошими, не только с нормальными, а со всеми людьми. И если Писание призывает нас искать, значит, это процесс. Значит, нужно прилагать усилия. Значит, есть определенные зоны, сезоны, комфорты. Когда мы прилагаем усилия, идем, и там, в Иисусе Христе находим мир. Не в фактах, которые ты имеешь против человека. Там, может быть, ты и будешь прав, но мира ты точно не найдешь. Но ищите мира, и этот мир возможно найти во Христе, в Христе. Там мы побеждаем мысленно, когда мы боремся, когда у нас горечь, когда у нас идут вот эти тысячи аргументов в секунду, что он, она против меня сделали неправильно. Мы там не обретаем мир. Но ищите доброго, будьте в мире со всеми. Его нужно искать на других территориях, в других полях. И там мы мысленно можем побеждать благодаря Иисусу Христу, не благодаря твоим аргументам. И иметь мир. Итак, первый пункт, наше призвание, это искать мира всегда и со всеми людьми. На практике это очень сложно. Я думаю, у вас уже есть пару имен в вашей жизни, с которыми вам очень трудно, правда, найти мир. Второй вывод из этого текста. С некоторыми людьми мир найти невозможно. Кажется, ну как ты так можешь заявлять? Читаем с вами вместе, снова Римлянам 12 глава, 18 стих. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Я думал, ну может быть это только славянский народ так думает. Ну вот с ним невозможно нормально жить, правда? Почитал английский перевод. Написано, if it's possible. Любой перевод, истина не меняется. Истина остается истиной. Если это возможно с вашей стороны. О чем это говорит? Что значит возможно, Возможно, что с другой стороны они не хотят мира. Не ищут мира. Они не пойдут на примирение. И кажется, что же тогда делать в вашей ситуации? Вы вроде бы как бы не в мире. Вы вроде бы как бы что-то может быть у вас с кем-то напряжение. А что же вам делать? А как же быть с причастием? А как же вообще, ну, как-то у вас Дух Святой вам напоминает. Вам же, ну, мира надо искать. Это призвание христиан. Это культура христианская быть мирным человеком. Но почему написано, если возможно? Потому что, значит, с другой стороны, может быть невозможно. Простой житейский пример. Вы просите прощения, а в ответ тишина. Вы просите прощения, а в ответ, А там еще больше гнева и зла кипит. Вы же встречались, да, наверное, вот с раздраженными, злым человеком. Ты иногда даже знаешь, что даже прощения просить нельзя. Настолько человек злой. И тогда ты понимаешь, что Ты вроде бы сделал со своей стороны, Но прощения так и не получил. И дальше ты не знаешь, куда же бежать, что же с этим делать, Что еще делать, сколько раз нужно это делать. И есть люди скандальные. И есть люди, которые привыкли не прощать быстро, Быстро привыкли не прощать вообще. И вот здесь и формируется человек. Есть люди, которые привыкли быстро прощать. Вы знаете таких людей? Они могут где-то там погорячиться, Но они быстро отходят. Они привыкли быстро прощать. А есть другая привычка, Которая не привык человек быстро прощать. И то, и то тренировка. Человек, который прощает быстро, Он упражняет себя. И его сердце стает мягким. Человек, который быстро не привык прощать. И у него есть факты. Не привык быстро прощать. Он тоже себя тренирует, упражняет. И стает профессионально черствым человеком. Потому что он тренирует себя так по жизни. Черствые сердца. Упражняет в этом направлении. И поэтому вы уже вроде бы и просили, И перед Богом сделали. Но человек вам все равно не подает руку. Все равно вы с ним, Он с вами не здоровается. Он все равно вас как-то избегает. Все равно он с вами не желает общаться. На ваши там телефоны не отвечает. Человек просто не желает примирения. Что же тогда делать в такой ситуации? Третий вывод из этого текста. Сделайте все возможное с твоей стороны. Чтобы ты был в мире перед Богом и перед человеком. Вот почему написано, если возможно, с вашей стороны. В английском переводе написано, If it's possible as much as it depends on you. Сделай все возможное, что зависит от тебя. Ты скажи, I'm sorry. Ты скажи, что я извиняюсь. Если человек тебя не прощает, Если он на тебя гневается, Не хочет с тобой разговаривать, Жалко. Но помни, ты сделай все, что нужно с своей стороны. Не пытайся там как-то его, Что тебя там, Ты его оставь в покое. Со своей стороны сделай все максимально. Чтобы ты был в мире. Во-первых, с Богом. Ну и, конечно же, с человеком. Это твоя ответственность, Чтобы твое сердце было в правильном состоянии. Главное, чтобы ты покаялся перед Богом, И, конечно, перед человеком тоже. Но главное, чтобы ты перед Богом сказал, Господь, прости меня за вот эту неправильную мою реакцию Или действие по отношению к этому человеку. Вот это важное осознание. Друзья, когда мы грешим против человека, Нам очень важно понимать, Что в первую очередь мы грешим против Бога. Когда мы это осознаем и понимаем, Все абсолютно меняется. Отношения между людьми, Отношения вообще наши к обидчику. Когда мы понимаем, Что в первую очередь мы грешим против Бога. Мы огорчаем в первую очередь Или обижаем не человека. А если ты человек спасен, Возрожден, Имеешь Духа Святого внутри себя, То в первую очередь ты оскорбляешь Духа Святого. Это наша ответственность прямая. Написано Ефесянам, 4 глава, Написано, не оскорбляйте Духа Святого, Которым вы запечатлены, Он внутри вас, В день вашего искупления. И дальше идет объяснение, Как, что значит оскорблять Духа Святого. Вы же Духа Святого не можете ударить, Убить, А человека можете. И вот дальше идет объяснение, Как мы можем оскорблять Духа Святого. В этом же тексте, Дальше следующий стих, Объясняется всякое раздражение, Ярость, гнев, крик и злоречие. Злые слова. Но кажется, мы никогда обычно на Духа Святого не орем, правда? Но когда мы это делаем к человеку, По отношению человека, Человек, который действует неправильно, Понятно, что он тоже неправ. Это его никак не оправдывает. Но когда мы так реагируем, То в первую очередь мы оскорбляем, Обижаем Духа Святого. А потом уже человека. Вот почему, друзья, нам так важно вот это примирение. Вот почему так важно нам понимать, Что я останавливаю себя, Я чувствую себя, что я неправ, Потому что Дух Святой во мне, Это меня останавливает. Мой Бог, которому я служу, Которого я почитаю, Вот это меня останавливает в моих действиях, В моих словах, В моей реакции. Вот где я неправ в первую очередь. И в первую очередь мне нужно покаяться Перед Господом Богом. И это тебя обязательно направит, Чтобы также человеку сказать, Что я тоже извиняюсь. Вот почему, друзья, Это сразу все меняют. Ошибаться могут все. Но главное покаяние. Покаяние. Друзья, чувствуйте себя с дерзновением, Если вы покаялись. Есть люди, которые не желают примирения, Но если написано в Писании, С твоей стороны сделай все, Чтобы ты был в мире. Со своей стороны сделай все. И главное, чтобы твой мотив был честный, Чтобы это было искренне, Чтобы это не было просто ради каких-то там галочек, Но чтобы ты знал, Господь, я сожалею, я сожалею, я каюсь. Я прошу у тебя, Господи, прощения. Написано, да испытывает же себя человек, И таким образом пусть ест и хлеб, Ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Написано, да испытывает себя человек, То есть по-другому, Пусть он себя анализирует, Пусть он сам себя осуждает. Окей, сам себя осудил и понял, Что ты не прав. Сам себя осудил и понял, Что ты не в мире. И что дальше? Но я не буду участвовать в причастии. С одной стороны, реакция честная и правильная, Что ты понял, что ты не прав. Но не надо, друзья, останавливаться на этом этапе. Мы как христиане же имеем в Боге выход. Если ты понял, что ты был неправ, Не останавливаешься на том этапе, Написано, досудит себя человек, То есть пусть испытывает себя человек. И дальше написано, И таким образом пусть ест. Пусть ест. Пусть участвует. Значит, здесь вот есть очень важная, Глубокая промежуточная истина. Что ты себя испытываешь не просто с целью, Чтобы сказать, ну да, я не прав. А что ты с этим дальше делаешь? А дальше ты идешь с покаянием к Богу любящему. И просишь у него прощения. У Бога, у человека. И дальше, как написано, Если со своей стороны ты сделал все возможное, Со своей стороны сделал все возможное, То дальше пусть ест. Пусть участвует. Пусть берет эту жизнь, Принимает. Некоторые полгода, год, месяцами ходят. Они как бы не свободны, Как бы не примиренны, Не участвуют, чувствуют себя виновными. У нас есть выход, христиане. Мы верим в Бога милующего. У нас есть благодать, которая прощает, Дает нам выход. Главное твоя честность и покаяние. Да испытывает, пусть кается и пусть дальше принимает эту жизнь. В этом для нас, друзья, есть жизнь. Не стоит переживать сильно, кто участвует недостойно. Написано, кто будет есть хлеб сей или пить чашу с ее недостойно, Виновен будет против кого? Против вас? Против кого он будет виновен? Написано, против тела и крови Господней. Поэтому не обязательно сильно заострять внимание, Кто участвует недостойно. Он же сам себе делает хуже. Это его дело с Богом. Главное за себя, за себя нам думать. Главное, чтобы мы, наши отношения были в порядке. Если возможно с твоей стороны, сделай все возможное. As much as it depends on you, from you, be in peace with everyone. Главное, чтобы у тебя с Богом ты был уверен. Я сожалею. Я извиняюсь и я каюсь. Вот это, друзья, я думаю, истина. Когда мы, истина должна нас освобождать, это меняет наше отношение к людям. Что когда мы, гнев, крик, раздражение и все, что я читал, мы этим оскорбляем Духа Святого. В первую очередь. И вот это меняет абсолютно все. Там уже дальше аргументы не важны. Дальше уже фигурирует Дух Святой и наши отношения к Нему. И здесь, друзья, хочется напомнить перед нашим причастием, что первое... Почему примирение важно? Потому что первые христиане, если вы помните вот эту первую апостольскую церковь, они когда участвовали в служении причастия, знаете, что они ожидали? Любой момент. Стук римских солдат. И все. Смерть сегодня. С детьми не успеешь попрощаться. Вот какое было отношение у людей к причастию. И какая была готовность. Вы понимаете, какой был качественный уровень христиан тогда? Вот если бы сказать, ну, конечно, это вызов серьезный. Друзья, завтра будет причастие, но кто останется после этого живым, не знаю. Приходите. Мы бы сказали, ну, мы помолимся об этом. We will pray about it. Представляете, готовность христиан. Как они принимали причастие. С каким это было благоговением. С каким это было отношением. А мы же никто не знаем, кто в какую машину в последний раз сядет. Правда? Поэтому нам настолько важно вот эти все наши амбиции просто отпускать. Отпускать и сказать, Господь, кто я? Сколько Бог нам простил. Друзья, каждый раз, когда у нас есть вот эта проблемка простить другого человека, мне помогло, не знаю, может быть, это откровение вам поможет. Сколько Бог тебе простил? Ну, если ты понимаешь, сколько Бог тебе и сколько раз Бог тебя простил, у тебя просто не остается аргументов, чтобы не прощать другого человека. Тебе Бог простил больше. Прости, повторю, Бог тебе мне простил больше. Поэтому наше призвание прощать, друзья. И сегодня, пусть это служение, оно несет всем жизнь во имя Христа Иисуса. Субтитры создавал DimaTorzok